Подросток может интересоваться политикой, интересуйтесь политикой, осознавайте себя как субъекта и боритесь за свою свободу там, где вам это доступно, на уровне университетов, на уровне общения с друзьями, отстаивайте свободу, вам это доступно сегодня, здесь и сейчас. Могу рассказать историю из своего школьного опыта. Я один год проучился в канадской школе-пансионе, школа называлась Applebee College. Мне было сколько, 15-16 лет я там учился. И я там собрал свой первый митинг, это на самом деле довольно смешная история. Там были очень строгие правила, буквально вот прямо из литературы про школы пансионов, то есть там было строгие правила по вопросу длины волос, у меня всегда длинные волосы были, строгие правила относительно того, что можно, что нельзя носить, друзей другого пола, девочек нельзя было приглашать к себе в комнату, строгий был отбой, в 9 часов необходимо было выключать свет. В общем, куча-куча диких правил. И я там в какой-то момент в их системе безопасности, а тогда интернет был принципиально другой, нужно понимать, то есть тогда в принципе данные практически не шифровались. Я был то, что называется скриптки. Я в какой-то момент с помощью снифера начал сканировать локальную сеть школьную. Я обнаружил, во-первых, почту преподавательскую всю, и в ней обнаружил пароль от системы, которая занималась рассылкой почты, и обнаружил пароль от базы, которая фиксировала оценки. От всего этого пришел в невероятный восторг. И от лица почты факультета разослал как-то раз письмо всем учащимся о том, что вот, значит, это нельзя больше терпеть, давайте, значит, в четверг в такое-то время вместо учебы выйдем на сквер напротив школьной часовни. И, значит, покажем, что мы вот не согласны с этими правилами. И я там, соответственно, я писал, что нужно, чтобы девочек можно было водить к себе в номер хотя бы днем, чтобы разрешили носить свободные прически, какие хочется, чтобы, значит, после отбоя можно было читать, и для меня это было принципиально. Я это все разослал ночью, договорился с несколькими друзьями, чтобы они еще листовки распространили там по общежитиям, где школьники жили, по дверям подрассылали. Выхожу на первое занятие, и, значит, преподаватель говорит, вот, вы, наверное, все получили, значит, такое письмо себе на почту. И, в общем, начал комплиментарно абсолютно отзываться, что вот, типа, гражданская позиция, это круто, типа, не нужно бояться заявлять нам о том, что вы думаете. Я, значит, сижу там в зоопарке специально, я, главное, знал, что что-то подобное наверняка будет обсуждаться, как будто сел там далеко достаточно от первого ряда, просто пытаюсь всеми силами не показать, что это сделал я. Но потом было, конечно, разочарование, потому что вышло буквально там 10 человек вместе со мной, и со мной потом устраивали очень много выговоров, даже полицию вызывали, говорили, во-первых, попытались выяснить, как я сломал систему, я говорил, у вас тут все, Настя, что вообще раскрыто тянул, взломать ничего не пришлось. И правила не отменили, в общем. Так что это был, по-моему, первый несогласованный митинг, он был в канадской школе. Но это все равно мне дало определенный гражданский опыт, опыт разочарования, это тоже очень важный опыт. Сопротивляйтесь, сопротивляйтесь несправедливости, это самое главное, это можно делать на любом уровне абсолютно несправедливости в школе, сопротивляйтесь, сопротивляйтесь глупости правил. Вот знаете, школа же, она в первую очередь учит подчиняться, она не дает вам знания, она учит подчиняться, она воспитывает вашу ту самую беспомощность, о которой я говорю на своих эфирах, выученную беспомощность. Не позволяйте себе воспринимать как норму вещи, которые нормой быть не должны, какие-то бессмысленные правила, находите в себе силы им каждый раз возмущаться, непрерывно возмущаться, напоминать себе, что это не норма. Я когда в России ходил в торговые центры, в магазины, где стоят бесконечные металлодетекторы, куда стоят очереди, это так выбешивалось всегда, я в себе и окружающим всегда напоминаю, что это ненормально, это не имеет отношения к обеспечению нашей безопасности, это просто ломает нам жизнь, что люди, которые обслуживают эту систему, это паразиты в обществе, потому что они тратят наше время, они работают за наши налоги, они делают нашу жизнь хуже, это все, в чем заключается их работа. Они не делают нашу жизнь безопаснее, просто делают хуже. Становитесь политическим субъектом, не воспринимайте несправедливость как неизбежное, сопротивляйтесь несправедливости, и это позволит вам вырасти здоровым, отважным, ответственным человеком, сделает вас как минимум умнее и более чутким к политическим изменениям. Стоит ли участвовать в каких-либо политических движениях? Ну, во-первых, в России это просто запрещено. Сегодня, конкретно сегодня в России время движения, к сожалению, прошло. Возможно, оно еще вернется, я бы хотел видеть, чтобы оно вернулось, но сегодня, вот на данный момент, 2021 год, любое политическое действие доступно, к сожалению, только одиночкам, только единицам, потому что любая организация представляет угрозу вам просто по факту того, что вы посмели объединиться ради защиты интересов. Последний комментарий относительно возраста, вот нас любят, там Алексей Саватеев у меня был на эфире, да, тоже рассказывает, что вот политикой должно заниматься только старшее поколение, я с этим категорически не согласен. Мы вспомним, что та же самая там Жанна Д'Арк, да, она в 15-16 лет изменила ход истории, Наполеон был очень юным человеком, когда стал императором Франции, поэтому в юном возрасте, когда еще живы амбиции, когда есть бесстрашие, можно изменить очень многое, поэтому не относитесь к себе как к ребенку, это искусственная инфантилизация. Вы уже не ребенок, вы уже взрослый человек, вам многое доступно, просто чем быстрее вы начнете к себе относиться как к взрослому человеку, тем быстрее вы взрослым человеком станете.